Книга Бытие, первая глава, начиная с первого текста. Книга Бытие, она известна для нас событиями, которые мы называем творением. В течение одной главы Моисей описывает, как Бог сотворил небо и землю. И когда мы внимательно смотрим на этот текст, то мы видим, что есть определенная закономерность, которая происходит здесь в первой главе, когда Бог, Он что-то отделяет от другого. Одно отделяет от другого. Четвертый стих мы читаем, «И увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог свет от тьмы». А несколько позже, в седьмом тексте, мы вновь встречаем, «И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так». Когда вникаешь в эти слова, то кажется что-то похожее одно с другим. Вода над твердью, вода под твердью, вода над твердью. Но Бог разделяет их между собой, и так происходит творение. Еще позже мы в 14 стихе читаем, «И сказал Бог, да будут светила на твердью небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов, и да будут они светильниками на твердью небесной». «И стало так, и создал Бог два светила великие, светила большие для управления днем, светила меньшие для управления ночью, и звезды, и поставил их Бог на твердью небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы». Бог не только отделяет во время творения, но более того, в 14-16 стихах мы видим, что Он создает специально два светила, вы знаете, как они называются, солнце и луна, которые нужны не для того, чтобы просто светить, а которые нужны для того, чтобы отделять. Свет – день от ночи. Когда мы смотрим на первую главу, то вот эта закономерность, что творение – это отделение одного от другого, мы понимаем о том, что в этом процессе есть что-то необычное. С другой стороны, мы с вами постоянно что-то отделяем одно от другого. Мы берем старые вещи, отделяем их от новых, или наоборот новые, мы кладем отдельно от старого. У нас есть отдельно особая субботняя одежда, у хора есть особые одежды, которые создают какую-то торжественность, благочинность. Мы всегда что-то отделяем. Хозяйка отделяет сыр, пармезан на особый случай, а шостку или там звени гора, ну так, чтобы можно было чуть-чуть побаловаться на завтрак. Мы что-то отделяем. Мы действуем, как действует наш Господь, потому что мы понимаем, что есть особые случаи. Когда я слушал опыт Василия, я понимал о том, что Бог в его жизни отделял. Сначала Он выделил его среди сверстников. Он вложил внутреннего Слова Божие. И вы слышали, как это Слово Божие действовало в нем? Вы слышали, как он брал это Слово Божие и шел к директору школу? Мне понравилось, он пришел к директору, постучал, да, Василий, в те же двери я стучу. И директор школы почувствовала, что Бог что-то отделяет. Он отделяет нас от греха. А потом он пришел на совет церкви. И сказал на совете про 1844 год. А потом сказал, что он может объяснить 2300 вечеров и утр. К слову, кто еще в зале может объяснить 2300 вечеров и утр? Богослово так робко поднимает руку. Я не случайно спрашиваю, потому что я как-то разговаривал с одним пастором. Его призвали на служение, а он не понимал не то, что 2300 вечеров и утр. Он не понимал вообще особенности святилища. И Стукан только так вот имел представление, что есть там во второй главе книги Даниила. Бог отделяет нас. Он наполняет. Он не просто берет и отрывает. Он отделяет нас от всего того, что может нас разрушать. Того, что может мешать нам развиваться, двигаться вперед. Он отделяет наше сердце, чтобы наполнить его Духом Святым. Чтобы наполнить своей благодатью, своей любовью. Когда молодой человек, приходит весна, он выделяет девушку одну среди других. И если он даже поздравил весь кампус с 8 марта, то для нее он приготовил особый подарок. Когда я смотрел ролик, который подготовил Light Source, каждая девушка мечтает о том, чтобы ее выделили. Кто-то мечтает букетом цветов. Кто-то мечтает, чтобы ее выделили обручкой с диамантом. У каждого свои мечты. А кто-то мечтает, чтобы ее выделили просто вниманием, участием, поддержкой. Мы нуждаемся в этом. И Господь, Он хочет сотворить это в нас. Посмотрите, Он говорит о том, что вначале сотворил Бог небо и землю. И когда Он начал творить землю, Он первое, что сделал, Он отделил свет от тьмы. Он хочет отделить внутри нас все, что темное, и убрать его. И вот этот процесс, который мы встречаем в книге «Бытие», удивительно, но этим же процессом и заканчивается Библия. 21 глава книги «Откровения», 5 стих. И сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое». Бог собирает нас вместе, чтобы отделить нас от греха, чтобы отделить нас для жизни. И вот в этом и уникальность каждого из нас, потому что Бог Духом Своим Святым действует в нас, чтобы мы стали святы, мы были особенными. И именно это Он хочет вложить в сердце наше, что ты возлюбленный, ты возлюбленная. Вы дети мои, которых я отделил. В течение 40 лет Он постоянно повторяет эту истину народу Божьему. И давайте откроем 20 главу книги «Левит», когда Бог через Моисея обращается к народу Божьему и говорит, в 24 стихе, «Вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Он говорит о том, что Он выделил тебя среди всех народов, Он дал тебе быть народом особенным, и Он сделал это не для того, чтобы ты просто владычествовал землей, но чтобы ты стал всецело Его образом и подобием, чтобы Бог действовал в вас. Каждый раз, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Бог совершает это в детях своих. Он совершает это через учеников, через апостолов. Он совершал это через Иисуса Христа. Вспомните, женщину, взятую в прелюбодеяние. Общество выделило ее, притащило к Иисусу, а Иисус выделяет ее. Он пишет обо всех, о фарисеях, о книжниках, а ей говорит, «Я не осуждаю тебя», потому что Он видел ее потребность души, чтобы отделиться от греха. Бог действует в нас лучше, когда мы хотим отделиться, потому что Он не насилует нас никогда. Он не отрывает у нас любую игрушку. Вам нравится интернет? Радуйтесь. Горе, конечно. Я плачу, я рыдаю, я стенаю с утра до вечера, но вы дети мои. Пусть будет, как вы хотите. Только не плачьте. Вам нравится жить в гордыне, в эгоизме, идти медленно к погибели. Что я могу сделать? Больно мне. И почему вот у пророка Исаия мы встречаем эти слова, которые Бог обращает народу своему? Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши беззакониям, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Посмотрите, Бог хочет действовать в нас, Господь хочет спасать нас, Он хочет освящать нас, но Он говорит, беззаконие ваши, обращаясь к народу своему, Он говорит, беззаконие ваши произвели разделение между вами и мною. Сегодня, я понимаю, нечленское собрание, тем более в начале субботы, как бы некорректно это говорить, но удивительно, эти тексты не касаются только Ветхого Завета. Опять-таки, возвращаясь к опыту Василия, когда он говорил про брата, который сказал, я сейчас помолюсь, и потом через пять минут перезвоню себе. Перезвоню тебе. Говорит не просто о том, что для человека молитва, общение с Богом стало формой, говорит о том, что он потерял понимание того, когда Бог отделяет, когда Бог совершает что-то особое. У Элены Вайт есть интересная цитата, не скажу, где она записана, но она говорит о том, что всякий, стоящий за кафедрой, он должен всегда преклонять колени для молитвы. Я размышлял себе, ну, иногда же, зачем всегда преклонять колени? но вспомните книгу Исход, когда мы открываем, то первое, что мы встречаем, мы видим в этой книге Моисея, который встречается с... Прошу прощения, у меня все открывается бытие. Моисея, который встречается с Богом, и не просто, но это была встреча, когда он услышал голос, и когда он увидел нечто особое. Третья глава книга Исход, мы читаем. «И явился Моисею ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, и куст не сгорает. И Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. И Господь увидел, что он идет смотреть, и вознал Нему Бог из среды куста, и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я, и сказал Бог, не подходи сюда, сниби обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Бог, первое, с чего начинает действовать в жизни Моисея, что он отделяет. Место, где стоит Господь, оно выделяется среди других мест. И потому Моисей должен был снять обувь. А потом, вы помните, он должен был очистить сердце свое. Было много еще, что ему пришлось сделать, чтобы Бог мог действовать и освящать его, но вместе с тем, несмотря на все противление народа Божия, Бог вел его ко спасению. нам важно в своем сознании понимать, что есть вещи святые и есть вещи неосвященные. Есть те, которые Бог отделил уже, и есть то, что не чувствовало прикосновения Божие, потому что Бог не произвел разделения между нами и грехом. И это возможно, когда мы ищем этой святости, когда мы стоим на коленах и просим, Господи, освяти меня. Другими словами, как бы говоря, Господи, отдели во мне то, что не позволяет Тебе действовать во мне с большей силой. Мне очень хочется, чтобы мы услышали эту мысль, что Бог сегодня хочет отделить нас. В первую очередь отделить от греха. Более того, отделить для особого служения, как Он говорил, к народу Божьему, обращаясь в книге Числа. И когда мы открываем 8 главу книги Чисел, где Он говорит о том, что Бог не просто отделил левитов для какой-то работы, но Он совершил, желая их осветить. 14 стих мы читаем, 13 стих. «И поставь левитам пред Араоном, пред всеми сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу, и так отдели сынов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими». А несколько позже в книге Второзакония 10 главе Он как бы повторяя эту мысль, Он вновь говорит народу Божьему, «В то время отделил Господь колено левина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому и нет левит участия и удела с братьями Его, ибо сам Господь есть удел Его, так говорит ему Господь Бог Твой». Иногда когда мы смотрим в этот мир, мы думаем, что мы такие, как и все. Иногда нам хочется где-то выглядеть так. Мы выбираем тот стиль одежды, который есть в мире, мы выбираем манеру поведения, иногда мы даже пытаемся говорить, как говорят в миру, и расстраиваемся, когда родители делают замечания, когда на какие-то жесты нам обращают, на манеру вести себя. Но Господь говорит, «Вы Мой, вы Мои, а Я удел ваш». Вы не можете быть такими, как в мире, потому что Я отделил вас. Вы не можете думать, как думают в мире, ибо Я отделил вас. Вы не можете поступать так, поступать в мире, иначе вы уже не будете Моим народом, потому что Я отделил вас. Когда мы говорим о том, что мы народ Божий, мы не лучшие, но мы отличаемся. Когда мы говорим о том, что Бог освящает нас, это не значит, что мы уже победили, но это продолжает подчеркивать о том, что Бог действует в нас. Он не действовал только тогда, когда 30 лет назад я покаялся. Он не действовал тогда, когда я решил поступать в академию. Он действует во мне даже тогда, когда я выхожу на пенсию, потому что Он начал, чтобы закончить свое доброе дело. Апостол Павел, говоря об этом процессе, он обращается к нам в 6 главе послания к римлянам и говорит, вы бы прежде рабами греха от сердца стали служить, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности, но какой плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Бог пришел в нашу жизнь, чтобы изменить эту практику, изменить этот закон, что в нас больше не царствовала смерть, но что в нас жил Он и действовала Его благодать. Я очень хорошо понимаю, о чем эти слова, потому что я не вырос в адвентийской церкви. Я не планировал сегодня говорить свой опыт, но понимаю о том, что наверное это будет нечестно, потому что мало кто знает, что я пошел в адвентийскую церковь для того, чтобы доказать своему другу, который стал адвентистом в том времени, точнее не стал, а больше склонен был к адвентизму, доказать о том, что он вообще ничего не знает и глубоко заблуждается. Я тоже был православным, очень убежденным православным, ходил в православную церковь. Я знал, в какой церкви лучше, где интереснее, где дешевле. И была любимая церковь. Не скажу, что я самый религиозный и набожный был. Я вообще, вся моя жизнь это полная противоположность всему доброму. Ну, конечно, у меня были хорошие правила, и у ночи тоже есть свои преимущества. Но почему-то, когда я читаю 21 стих 6 главы, то я все чаще думаю, наверное, это обо мне. Дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Есть до сих пор у меня друзья, которые не хотят со мной здороваться, и есть те, кто не особо хотят строить со мной отношения, потому что они понят, каким я был. Я пришел на курсы по изучению Библии один раз, потом второй раз, потом третий, а потом Джеймс Килли приехал, провел программу, и тогда я отчетно осознал, что я не смогу жить без Христа, потому что Бог производит в нас отделение. Когда несколько позже мой папа уже пришел в церковь, и я не знал, как это со стороны смотрится, но он вышел перед церковью и несколько на пусте говорил, он сказал вещь, которая для меня открыла славу Божию. Бог через сына привел меня в церковь. точнее не через сына, а то, как Бог изменил моего сына, я увидел, что он есть, потому что люди так не меняются. Потому что когда Бог начинает действовать в нас, он берет тьму из нашего сердца и удаляет ее. Он берет грех из нашего сердца и удаляет его. он отделяет нас от зла. Он берет и отсекает все, что несет нас к смерти. И когда мы понимаем это, что Бог совершает это в нас каждый день, с утра до позднего вечера, то мы по-другому начинаем ощущать Голгофу, мы начинаем по-другому ощущать Божью праведность. и Божью святость, потому что Он спасает нас. Особенность субботнего дня состоит в том, что Бог отделил этот день для тех, которых Он отделил от греха. Поэтому многие сверстники наши, многие друзья, многие знакомые, к сожалению, даже многие живущие здесь на территории или где-то рядом с территорией, вы чувствуете, они не ощущают эту особенность субботнего дня, потому что где-то еще привязаны, они не почувствовали это новое творение в себе, потому их не влечет это место. Потому что когда мы чувствуем, что Бог действует в нас, мы по-другому смотрим на то, что ожидает нас, о том, куда мы идем, о том, что с нами будет. Может потому сегодня мне очень сложно говорить о том, что я хорошо делаю, потому что если что-то хорошее получается, то это не я, потому что я там в 92-м году, а здесь это то, что совершает во мне Господь, это то, что Бог действует в нас. Я знаю, что если каждый из нас сегодня откроет свое сердце и позволит Богу Духом Святым коснуться Его, то Он может и вас отделить, удалить все злое, удалить все недоброе и позволить святости развиваться в вас. Апостол Павел, он имел очень яркую картину того, что описывал. Потому что Бог отделил в его жизни грех. И вы помните, что из гонителей он стал благовестником. Василий хорошо, ярко понимает для себя, что совершил Бог с ним. Потому что кроме гордости и тщеславия, которую он видел, он теперь видит руку Божию. А того нет. Нет этой гордыни, нет тщеславия, нет самодовольствия. Я знаю, что каждый из вас вы видите, что Бог совершает в вас. Потому и пишет апостол Павел, «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная». Он говорит, что ваш плод, потому что Бог творит вас, ваш плод это жизнь, не потому, что вы добрые, не потому, что у вас хорошее образование, не потому, что вы в кампусе самом удивительном и наилучшего учебного заведения живете, но потому, что Бог, наш Господь, наш Создатель, Он говорит, «Се творю все новое». Творю у вас новое сознание, новое сердце, новые привычки, новый характер. И для этого все, что нам необходимо, нам надо сказать, «Да, Господи, я хочу этого, соверши этого мне». Шестая глава послания к Риминам, она говорит еще интересная вещь. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члена вашей Богу в орудии праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Возлюбленные, Бог благодатью своей омыл вас и отделил от греха. Так примите же славу Его и силу Его, чтобы вам жить и прославлять Его в вечности. Аминь. Для молитвы приглашаю подняться. Святый правильный наш небесный Отец, слава тебе за то, что ты отделяешь нас от зла. Слава тебе за то, что ты отделяешь нас от греха. И Господи, мы стоим перед лицом Твоим, чтобы еще раз просить милости Твоею. Боже, я прошу Тебя, прости меня. Прости о том, что иногда я ослабеваю бороться с грехом, который действует во мне. я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты простил не только меня, но моих братьев, моих сестер, которые забывают вместе со мной о том, что они народ особый, народ святый. Народ, взятый в удел, дабы возвещать совершенство Твое. Народ, который призван быть святым и отделенным от греха. Боже, любящий, прости нас. Дай мы искать благодати Твоей. Дай, Господи, всегда искать Духа Твоего Святого и жить Тобою ради имени Твоего молитва наша. И благодаря за то, что Ты уже отделяешь нас от греха по вере нашей. Аминь. Твоей. 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 Продолжение следует...